Власти Франции и Великобритании готовы оказать помощь железнодорожной компании Евростар, которая занимается перевозкой пассажиров по тоннелю под Ла-Маншем. Фирма жестоко пострадала из-за коронакризиса, потеряв в прошлом году 95% пассажиров и 82% оборота. Руководители Евростара требуют такой же помощи, какую власти разных стран оказывали авиакомпаниям. В противном случае перевозчик уже весной обанкротится. Сейчас у нас в сутки ходит только один поезд между Парижем и Лондоном и еще один из Лондона в Брюсселе и Амстердам. Но эти поезда заполнены едва на 10%. Так что ситуация и правда очень непростая. Компании уже оказаны финансовые помощи. Сейчас идут дискуссии между французским и английским правительствами, поскольку они оба связаны с этим. 55% Евростара принадлежит французским железным дорогам. Это государственные предприятия. 5% принадлежит государственным же железным дорогам Бельгии. А вот британские власти свои 40% еще в 2015 году продали консорциумы в составе фонда пенсионного страхования из Квебека и инвестиционные фирмы из США. По словам руководителей Евростара, в Великобритании компанию считали французской, ведь ее большая часть принадлежит Франции. А в самой Франции ее воспринимали как британскую, поскольку базируется она в Лондоне. По этой причине ни то, ни другое правительство до последнего времени не включало Евростар в свои планы помощи перевозчикам. Компания уже взяла кредит на 450 миллионов евро и еще 220 миллионов вложили акционеры. В Евростаре надеются также, что власти трех стран с участием Бельгии смогут договориться и о единых санитарных требованиях на маршрутах поездов.